БОМБИЧЕСКИЕ НЕРЕАЛЬНЫ ПОПЫТАЕСЬ, вот. И найдём самую офигенную чиповку на вашей автомобиле. Сегодня вам расскажу о самой прибыльной, как бы, не работе, а занятии на сервере. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать. И мы начинаем. Ну и как вы поняли по названию и, наверное, по приве ролика, самый выгодный это собиратель ресурсов на этом сервере. Да-да, не работа, а просто такой собиратель ресурсов на сервере. В чём её суть? Вот вы едете на биржу, смотрите, что самое выгодное именно в этот игровой день. Один игровой день занимает 4 часа реального. И просто смотрите, там, например, картошка, рыба, вот это всё мы сейчас посмотрим, вы поймёте. Едете на ту работу, но перед этим, конечно же, вам нужно купить лицензию, обучиться в университете, то есть, и купить инструмент. Потом едете, зарабатываете, едете сдавать некоторому NPCшки и зарабатываете свои бабки. Но перед этим вам нужно купить обязательно свою тачку. А какую тачку, сейчас вам расскажу. Сейчас я вам покажу топ-3 тачки, которые хорошие для этого дела, потому что они либо очень дешёвые, либо хорошие в соотношении цена-место в багажнике. Так, мы приехали в салон дешёвых автомобилей, это самое то, что нужно для новичков. Если у тебя прям вообще нет денег, ты можешь купить Volvo 145, у неё около 53 или сколько там, 55 мест, если честно, уже сам не помню. Но стоит она 180 тысяч салона, где-то за 150 её можно взять с аукциона. Или же GMC Sierra за 350, но с аукциона её можно где-то взять тоже за 350, но уже FATESH, ну либо где-то за 330-300. Но самая лучшая она, потому что у неё 75 мест в инвентаре. Ну и конечно, когда вы подкопите бабок, самая лучшая тачка это GMC Vandora. Вот эта тачка самая лучшая для того, чтобы лутать как бы вот это всё, потому что её багажник насчитывает 293 места и ещё 30, считайте, в инвентаре. И выходит прям очень выгодно. И стоит она всего лишь 2 миллиона рублей, всего лишь. Если вы хотите, пацаны, сэкономить, едете в Мейсбанк, это такой красный квадратик вот здесь на карте, он называется аукцион, прям как в МТА. Мы заходим просто на красную метку, и здесь игроки продают свои автомобили иногда по низу рынка, иногда по верху рынка. Вот, например, Vandora стояла в автосалоне за 2, мы можем приехать сюда и спокойно взять за лям 700, чего вот за лям 750. В принципе, когда с тачком разобрались, какие именно я рекомендую покупки, сейчас вам покажу, как же нужно зарабатывать бабки, погнали. Итак, пацаны, для того, чтобы понять, где лучше всего зарабатывать, именно в этот игровой день, мы приехали на биржу. Биржа обозначается вот таким вот кейсиком на карте, вот, где-то в здании вот этого Лестера. Ну, как вы поняли, с GTA 5 онлайн, ограбление, вот эта вся херня, даже истоковая, вот. Мы приезжаем и приходим на биржу, и смотрим, что по ценам. Вот есть здесь металлолом, микросхемы, раки, дальше у нас доски, картофель и рыба. Мы смотрим, что по ценам, что почем, и в зависимости от этого едем и работаем именно там. Например, вот эти цены, они всегда обновляются в 7 часов утра, именно игровых, не реальных, а игровых. Один день в игре, он не синхронизирован, короче, с реальным, и один день в игре занимает 4 часа реальных. Знаете, что в этой менюшке хорошо? Что мы увидим сразу цену, что растет, что упало в цене. Вот сейчас, например, очень выгодно металлолом. Дальше можно посмотреть, что здесь. Можно посмотреть, какому NPC нужно отставать. Например, металлолом Джеффу, ресурс микросхему, Рахиму, раки, там, Хуонгу, Ксиолонгу, Джозефу. Дальше можно посмотреть, что нам нужно. Вот для добычи нужна ножовка по металлу, лицензия и сбор металлолома. Собственно, дальше мы после того, как посмотрели цены, увидели, что сейчас металлолом очень выгодно сдавать. Мы открываем карту и ставим метку вот на этого желтого человечка. Это метка университета. Для того, чтобы что-то научиться добывать, нам нужно сначала обучиться вообще как бы в университете, да. Поэтому мы летим туда. Собственно, мы приехали в университет. Здесь, кстати, еще никого сегодня нет. Вот, потому что, наверное, все уже выучились. Вот, прибегаем вот сюда, обучение добычи. У нас здесь есть лицензии. Вот, работа на ферме, это чтобы собирать картошку. Дальше ловля рыбы, это для раков и для рыбы. Дальше сбор и продажи металлолома и переработка дерева. Желательно подождать 7 часов утра игровых. И тогда посмотреть, что уже самое выгодно, если у вас, конечно же, нет бабок. И приехать купить одну лицензию, как я делал раньше. Сначала приехал, взял металл, потом взял рыбу, когда накопил. Но когда у вас есть все деньги, можно, в принципе, и купить все. Поэтому давайте сейчас докуплю еще переработку дерева и работа на ферме. И мы посмотрим все виды работы. В принципе, после этого, когда мы посмотрели цены, мы обучились в университете. Мы посмотрели, что самое выгодное. Нам нужно ехать в магазин. В зависимости, что там выгодно. Если рыба, мы едем вот сюда, в рыболовный магазин. Это мы, конечно же, посмотрим. И либо там металл, либо доски. Мы едем в магазин инструментов, который находится вот здесь. И здесь мы можем купить либо сетку для раков, рыболовка, либо удочку и наживку. Поэтому давайте еще купим для видоса чисто удочку за 5500. И купим наживку. Не нужно каждый раз так закупаться. Если что, это я просто закупаюсь для того, чтобы вам показать на видос. Вот вы будете закупаться в зависимости от того, что на данный момент выгодно, а что нет. Собственно, мы приехали в магазин инструментов. Паркуемся. Конечно, припарковался как мы делаем. Ну да ладно. Вот. Заходим вот сюда. И сразу, пацаны, сразу просто листаем вниз. Вот здесь есть лопата. Это для картошки. Мы ее тоже купим. Она, кстати, 3,990. Пила по дереву тоже покупаем. Ножовка по металлу тоже покупаем. Кстати, ракологу здесь тоже можно купить. И самое главное, что здесь есть, это сумки. Это расширение инвентаря. По стоку у тебя инвентарь занимает 11 мест у него вроде есть. Но ты можешь купить зеленую сумку за 10 тысяч, чтобы расширить инвентарь на 8 мест. Можешь купить за 14500 рублей, чтобы расширить инвентарь на 14 мест. Но я вам рекомендую листать в самый низ. И просто покупать вот здесь сумки по 25 тысяч. Это не так уж и дорого. Но можно, окей, 22500, чтобы еще сэкономить там 2500. И можно купить сумку с расширением инвентаря на целых 20 мест. Тогда у вас появится вот такая сумка, как у меня. И вам будет больше места, чтобы собирать этот лут. В принципе, после того, как мы закупились, мы едем на то место, которое самое выгодное. На данный момент самое выгодное это металлолом. Поэтому сейчас будем ехать на металлолом. Металлолом находится, в принципе, вот здесь. Здесь и вот здесь. Кстати, его перенесли. Раньше он был только здесь и только здесь. Уже он теперь здесь и здесь. Я не знаю, после этого ролика сколько они раз еще перенесут. Ну да ладно. Значит, сейчас у нас выгодный металлолом. Поехали, пособираем металлолом. Так, едем сюда. Можно прыгнуть где-то здесь. Ой, как много человек. Сори, пацаны. Пацаны, так делать не нужно. Это я случайно. Мы встаем. Сразу запираем двери, чтобы вас металлолом не стыбзили, можно сказать. Залазим на крышу, чтобы быстрее было, чтобы сразу можно было ложить в инвентарь. Открываем R. Нажимаем открыть инвентарь. Сразу сумку перенесли мы вот сюда. И берем в инструмент, где ножовка по металлу. Берем и нажимаем E. И просто собираем. И так собирается по одному металлу, либо один металл и одна микросхема. Вы добыли одну единицу. Можете выпасть либо один металл, либо и металл, и микросхема. Даниэль Ньюман. Тот самый Тони. Да-да. Привет тебе большой. Собственно, нажимаем E и вот так стоим. И просто забиваем тачку. Багажник. Можно, кстати, пацаны, вот так смотреть в багажник. Сразу перекидать в багажник. И в это время собирать. Только когда вы будете собирать, оно не будет отображаться в инвентаре. Вам нужно будет просто перезапустить инвентарь. И тогда в инвентаре он появится. Если металл стоит больше 800 рублей, это прям выгодно. Но если меньше, то не особо. Ну ладно, 700 еще пойдет. 700 еще пойдет. Но еще ниже, то не особо выгодно. Поэтому мы, в принципе, посмотрели, что здесь есть. Давайте перекинем в инвентарь. Все, что у нас есть. И отправимся сейчас на ближайшую работу. В принципе, можно, конечно, поехать сдать. Но сдавать мы будем в самом конце ролика. Поэтому это все закидываем в багажник. Инструмент меняем на другой. И на какой поедем? Давайте сейчас посмотрим, что на карте есть вблизи. Давайте поедем по раков. Конечно, раки сейчас вообще не выгодны. Они там по 90 рублей. Самое выгодное, это когда они там рублей по 200. Вот тогда прям хорошо. А сейчас не очень. Ну да ладно. Мы просто смотрим, как это все делается. Собственно, как вы видите, раки сейчас собирать невыгодно. Поэтому здесь очень мало человек. Для раков тоже есть даже три места уже. Вот было два только. И то было одно здесь, где-то вот здесь. А теперь его перенесли сюда. Второй находится здесь. И третий находится здесь. Поэтому приезжаем. Просто выходим из тачки. Залазим на крышу. Можно не на крышу, можно на песке. Но просто так удобнее. Нажимаем Е. Перед этим выбрали раколовку, конечно же. И собираем. Вы можете одновременно для раков собирать по 10, по 12, по 14 единиц. То есть они стакаются по 4 единицы. И так намного быстрее забивается машина. И намного выгоднее, когда они стоят там очень много. Сейчас мы добыли 10 единиц. Заходим в багажник по классике. Пока собираются. И вот так выглядят у нас раки. И мы их просто перекидаем в инвентарь. В принципе, раки мы посмотрели, как добывать. Больше никак. Теперь можем, в принципе, половить и рыбку. Поэтому подходим к побережью. Я так понимаю. Вот ема тут анимация другая. Подходим. Нажимаем открыть инвентарь. Кстати, я еще ни разу не ловил, поэтому не знаю. Все, ловится, я так понимаю. Пацаны говорят, что это невыгодно. О, Е, чтобы поймать. А, 2 штуки рыбы. Ага, здесь не нужно ничего. Ты как не смотри. Если у нас есть такие. Вот здесь просто подходим, нажимаем Е. Все. По 2 штуки мы ловим рыбу. А как она в инвентаре светится? Тоже по 2, да? Или по 4? А, по 4 рыбы стакается тоже. Но рыба не особо выгодна из-за того, что она стоит, во-первых, меньше, чем раки. Во-вторых, еще нужно покупать наживку. А наживка это еще доп траты, еще на удочку доп траты. Короче, пацаны, лучше собирать раков. Но, кому интересно, это выглядит примерно вот так. Значит, инструмент вот сюда кидаем. И поехали ловить картошку. Да, ловить картошку. Ну да, копать картошку. Так, пацаны, это хорошо. Но, видите, как я, вот здесь есть специальные картофельные поля. Вот. Одно поле, я так понимаю, больше нет. Вот сюда именно. Если хотим копать картошку, едем именно сюда, а не на ферму. Но, как вы видите, картошку очень выгодно копать. Как вы видите, очень много людей, которые копают картошку. Залезаем на крышу и нажимаем Е, в принципе, как и всегда. Вот здесь пацаны еще на восстанах. И по 4 картошки сразу добываем. По 3, по 4. По 2 можешь, да? По 3, по 4, короче, картошки. Кстати, очень быстро добываешь. Прям очень. Мне кажется, это быстрее даже, чем металл. А, даже по 5. А, картошка по 8 стакается. Это хорошо. Хотя бы по 100 рублей за одну штучку. Тогда ты можешь заработать 80. Но, если, короче, больше сотки за картошку, мне кажется, это нормально. Очень быстро, во-первых. Ты еще очень быстро прокачаешь уровень. Быстрее даже, чем на раках. И еще нормально заработаешь. Для лесопилки просто сразу берем пилку в руки. И открываем карту. И смотрим, где. Вот одна лесопилка. И вот вторая. В принципе, нам к второй ближе. Поэтому мы поедем именно сюда. Ой, какое просто симпатичное место для лесопилки. Прям максимально Е. Значит, залазим на крышу по приколу. И нажимаем Е. И лутаем доски. А, что? Рыбалка у вас не дудочка? Какая рыбалка? Что вы видите, ребята? Я доски приехал собирать. Кстати, очень долго собирает. По 4 штучки. А стак, мне говорили, из досок по 2 штуки. Да, по 2 единицы. Да, доски по 2 единицы стакаются. В принципе, пацаны, сразу видно, что выгодно, а что нет. Просто никого не было. Сейчас посмотрите, сколько машин находится потом. Едем сдавать по точкам весь этот лут. И посмотрим, сколько мы заработали. Не заработали мы, конечно, дичь. Но так числе 9 досок посмотрим. К первому поедем к Рахиму. Он здесь недалеко. И ему будем сдавать микросхемы. Так, приехали мы в Human Labs. Отпосмотреть багажник. Сразу достаем микросхемы. Вот сюда. И идем сдавать Рахиму. Вот здесь пишется цена товара, количество единиц. Нажимаем продать. Все. И она пишется 195 рублей. Мы получили за одну микросхему внизу. Вот следующий. Кто у нас будет, это кто у нас вблизи здесь находится. Ну, следующий. Вот этот получается. Это Сантьяго. Поехали туда. Так, мы приехали, в принципе, к Сантьяго. Он любит рыбку, получается. Значит, смотрим багажник. Перекидываем рыбку из багажника в инвентарь. 21 единица по 42 рубля. Очень-очень мало мы заработали. Следующий у нас на очереди будет Петр, который принимает нас картофель. Вот сейчас 92 штуки по 102 рубля. И сразу подняли ресурсы. Поехали к следующему к Сиаллинг. Либо Хуонг, либо Джозефу. И будем им сдавать рыбу. Ну, не рыбу, а это раки. Опа. А, это девушка даже. Ничего себе. По 61 рубль раки. Невыгодно вообще. Лучше их сдавать, когда они там по... Не рублей по 200 стоят. Вот это прям хорошо. В принципе, в следующем поехали к Бобберту. Сдадим ему доски. И следующий уже будет металл. Бобберт у нас находится на стройке. Где-то он здесь находится, я так понимаю. Вот, проехали. В принципе, инвентарь меня загрузили. Бобберт. Начальник склада досок. По 217 рублей. 40 единиц. Все. И последний находится вот здесь. Это Джав. И ему будем сдавать металл. Откат записан. Жди бан, долбоеб. Нехуй по пореже части бегать. Вот такие, пацаны, еще долбоебы есть на этом сервере. И тпхать тачку, это пиздец как невыгодно. Потому что здесь нету кнопки телепортировать. Здесь нужно убрать в гараж и доставить. Если мы сейчас, пацаны, уберем транспортное средство в гараж, то мы заспамим его и у нас инвентарь не будет доступен ровно 10 минут. А 10 минут это целый час игры. Потому что 1 минута в игре это 10 секунд реально. Поэтому мы берем, хотел сказать, мопед. Ну да, берем велик за 100 рублей и просто едем к тачке. Из-за таких долбоебов едем к тачке. В следующей серии, пацаны, нам нужно где-то, не знаю, хоть это реально, нереально, нам нужен ствол. Так, мы из инвентаря перенесли все. Подходим к Джеффу, к этому пародатому мужику. И продаем все по 280 рублей. Очень дешево. Металл нужно водить, когда он будет стоить долларов, ну не долларов, а рублей по 800. В принципе, на этом все, пацаны. Еще раз повторюсь схема. Едем на биржу в 7 утра. Смотрим, что самое время. Едем, работаем. У вас есть 4 часа, чтобы заработать на этом виде ресурсов. Дофига бабла. Можно где-то таскать 400-600 тысяч в час. Все зависит от вместительности вашего багажника и скорости вашего авто. Я надеюсь, тебе этот видос был полезен. Тебе он понравился. Нажми лайк. Если этот ролик наберет 100 лайков, я найду человека, который объяснит всем, как делать щупы. Надеюсь, и мне тоже. Также напиши комментарий, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай подписаться на канал, здесь выходит очень много интересного и угарного контента. Также нажимай колокольчик, чтобы смотреть всегда мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.